Нет, это вы Богом себя считаете. Вот смотрите, человек самоубийством жизнь покончил, это значит, что он дальше... Человек не может сам себя убить, в принципе. Вот Бог дал жизнь, вот эту. И человек сам себя убить не может. Вот если человек из жизни себя... Ну, он решил, я жить не могу здесь. Он берет себя из жизни, выводит, да? Просто там с телом что-то делает. Дальше, неожиданно для него, он оказывается в тонком психическом теле, но опять в этой среде, в которой он находится, но его никто не видит уже. Кроме родителей. И мать чувствует, что этого ребенка страдает сильно, потому что он где-то рядом. И если родители невежественные, то они начинают думать, я виновата в его смерти. Она думает, я. То есть она себя Богом считает. А почему вот эта мысль возникает? Она возникает от того, что человек неправильно понимает саму природу страданий. Часто люди себя винят в страданиях. А в страданиях себя не винить надо, а надо с этим трудиться. Мы не знаем, как трудиться сердце. Мы вот знаем, грязную посуду помыть, на кухне чисто становится. Мы это знаем. Но как сердцем трудиться, мы не знаем. И поэтому нам легче себя винить, мучить, страдать. Но от этого никому легче становится. Ни сыну, который ждет от вас труда сердца, ни вам. Потому что ему, кроме вас, сейчас никто не поможет. Ему нужна ваша энергия любви к Богу. Эта энергия меняет сердце человека. И он идет в следующую жизнь. Получает милость. То есть такому человеку нужна молитва. Но в некоторых духовных традициях запрещают за самоубийц молиться. Почему? Потому что, если ты молишься неправильно, ты попадаешь к духам. То есть он находится сейчас в теле духа. И молиться за такого человека надо правильно. То есть что значит правильно? Ты думаешь о Боге, а не о сыне. И служишь ему. А Бог при этом помогает твоему сыну. Но если ты начинаешь о сыне думать, а он в теле духа, то ты сходишь с ума. То есть попадаешь под влияние духов, и они начинают тебя атаковать. И ты попадаешь в больницу. Поэтому нужно думать о Боге, служить ему, молиться за него, за сына таким образом, чтобы забыть о нем. И не давать себе возможности печалиться. Когда человек печается, это означает лень души. Вот если печально стало вам, или вы себя тем более обвиняете, это значит, что вы просто ленивая душой. Вы не хотите трудиться. Труд души – это счастливое состояние. Но это счастье в труде. Вот допустим, один человек работает, и он не хочет принимать счастье в труде, поэтому он мучается. Ему работать не хочется, ему хочется лениться. Он мучается. А другой говорит, нет, я буду работать, все. И он счастлив, потому что он заставил себя. Вот это точно так же в молитве нужно заставить себя, заставить себя любить Бога. Несмотря на то, что у тебя такое горе, что близкий человек так поступил в жизни. Вот, поэтому, как бы, вам надо это понять просто. Понять, что это не способ жить вот в том состоянии, в котором вы находитесь. Вы уже почти год жизни у вас перечеркнут. Почему? Потому что вы просто вот не живете, а существуете все это время. Потому что у вас есть объем работы определенной, который вы должны сделать, а вы его не хотите делать или не можете, у вас нет знания, допустим. Вы просто думаете об этом, думаете, а ему нужна конкретная помощь сейчас. И она осуществляется таким образом. Вы включаете, допустим, молитву, вашей вере, какую-то молитву, настраиваетесь на нее и молитесь сами вместе с ними. Допустим, читаете какую-то свою молитву, но вы в их настроении. И читаете не меньше часа в день. Вот погружаетесь, молитесь и пытаетесь забыть про сына. В тот момент, когда вы помните только о молитве, в этот момент Бог начинает о нем думать и сильно ему помогать. Вы даже не представляете, какой силой меняет он его судьбу, когда вы этим занимаетесь. Потом в вашем сердце, вот сейчас в вашем сердце жуткое такое холод, отчаяние и боль. Вот такое одновременно все, жуткое состояние сердца. Это называется объем работы. То есть это то, что он испытывает сейчас, находясь в психическом теле. Вот в этом он совершил глупый поступок. За это наказано. Вот, и вы когда молитесь, вы чувствуете сердце спокойнее, спокойнее, спокойнее. Даже просто полчаса помолитесь, и вы увидите, что уже спокойнее стало. Пройдет два месяца вашей молитвы, вам спокойнее, спокойнее, потом раз, и в сердце вообще просто спокойствие полное. Потом вам сын обязательно придет, по сне и скажет, мама, спасибо, я так счастлив. И вы увидите, как он пойдет дальше по судьбе. И вы тоже успокоитесь в результате. Видите, как важно иметь знание, как жить. Иначе человек с ума сходит просто. Можно с ума сойти, не имея знания, что делать, как жить.